Петропавловская крепость В современной крепости расположены многочисленные памятники архитектуры и музея. Петропавловский собор, усыпальница Российского императорского дома Романовых, Велико-Княжеская усыпальница, Ботный дом, Комендантский дом, Инженерный дом, Монетный двор и многие другие. Крепость относится к исторической части Санкт-Петербурга и вместе с находящимся здесь комплексом памятников входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Крепость возникла на Зайчьем острове, расположенном в самом широком месте реки Невы. Крепость была заложена 27 мая 1703 года. Эту дату принято считать днем основания Санкт-Петербурга, ставшего вскоре столицей Российской империи. К апрелю 1704 года крепость в Черне была окончена. 4 апреля 1704 года на Государевом бастионе был зажжен фонарь, означавший, что строительство крепости завершено. С 30 мая 1706 года с Меньшиковского бастиона началась замена земляного вала каменным, терпичным. В болотистую почву вбивалось огромное количество свай, на которых устанавливали каменные блоки. Высота бастионов и кортин была увеличена до 12 метров. Каменная конструкция вала позволяла укрыть пушки в казематах с амбразурами. К 1710 году бастионы со стороны Васильевского острова уже были каменными. Появились двое ворот. Одни вели в Кронверк, другие через деревянный подъемный Иоанновский мост на Петербургский остров. Позже количество ворот увеличили до пяти. Памятник Петру I архитектора Михаила Шмякина установлен перед зданием бывшей гаут-вахты на главной аллее крепости в 1991 году. Скульптура выполнена в стилистике русских икон с увеличенными пропорциями тела. В 1924 году крепость стала филиалом Государственного музея революции и находилась в подчинении Ленинградского военного округа. 8 ноября 1925 года Ленинградский совет постановил разрушить Петропавловскую крепость, а на ее месте построить стадион. Но это решение было вскоре отменено. Субтитры создавал DimaTorzok